Девушки отдыхают 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 но по итогу мы с вами получили практически полностью рабочий и комплектный киви терминал что ж друзья и я предлагаю вам посмотреть с чего же я начинал а начинал я конечно же с попытки восстановить сенсор 5 дней назад поехали так ребята решила все-таки попробовать по вашим советам реанимировать это стекло всего вычистить вымыть положить отдельно дисплея вот кстати кому было интересно как выглядит дисплей этого терминала вот смотрите это обычная семнашка тут еще пару саморезиков и и держит и можно вытащить от обычная семнашка сюда можно поставить любой монитор который по форм-фактору залезет самый обыкновенный советы за 500 рублей и короче вот тут есть слой грязи есть пыль это все может сказываться на его работе на фантомных касаниях каждую вот эту вот каждый проводочек я проверил но все с виду целые повреждений на них нет то есть смотрите как я придумал вот это вот рабочая поверхность его то есть вот тут сенсор я снял контроллер здесь же лампочка которая реагирует на касание сейчас положу вот так контроллер , это все блока питания вымою сначала обезжиркой вымою до блеска стекло подключу стекло к контроллеру и буду смотреть как это все будет работать будет ли он реагировать вот тут вот тут вот тут примеру проверять всю полностью область я уже нашел стекла за полторы за две тысячи рублей usb стекла с контроллерами бушные с разбора этих аппаратов если сейчас не выгорит будем заказывать ну в любом случае вы наверное уже знаете работает он или нет а я пока только в процессе не понимаю друзья как это работает но вот смотрите следите за вот этим индикатором вам не особо видно он моргает короче он работает по всей площади сейчас я попробую на сфокусироваться вот я веду по всей площади экрана отпускаю палец виду отпускаю виду он не с большой не с небольшой задержкой работает все вся площадь экрана рабочая вот я прям вожу 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 вся площадь экрана рабочая не понимаю в чем проблема тогда вот правда ребят это для меня загадка в разобранном виде все работает нужно это все промывать возможно где-то все-таки был засор надо еще раз обезжиркой пройтись Стекло, в принципе, рабочее Надо сейчас собрать весь наш тестовый стенд Вот в таком виде, без аппарата, короче Прямо разобранный здесь На столе И давайте вернусь к вам уже с какими-то итогами Надеюсь, оно заработает и не придется тратиться И выбрасывать лишние деньги Ох, ребята, тачскрин завелся И это просто хохма Сейчас я вам для начала продемонстрирую, что он работает Смотрите, берем, так, калибровку Включаем калибровалку Раз Два Три Эээ, зараза, только что работал, слушайте Вот обоспался опять Короче, ребят, непонятно Принцип его работы, но я поменял разрешение экрана На 1024 на 768 И как видите, все работает Но второй раз что-то не хочет калиброваться Что за фигня, вот Раз, два, три Ес А, все, откалибровался Давайте еще разок Раз, два, три Я могу лазить по свойствам Могу перетаскивать окна Без всяких проблем Windows XP на сенсорном экране, ребят Что может быть лучше? Смотрите, без проблем Берем диспетчер задачу, вводим Открываем, допустим, другое окно Можно диспетчер вообще закрыть, к примеру Закрываем Перетаскиваем Заходим в диск D Можно двойной тап сделать Ну, не всегда получается Сенсор туповат, честно скажу Тут двойной тап работает Как правый клик мыши Но видите, еще он чуть-чуть съезжает Все-таки Это из-за того, что он Вот так лежит криво Ничем не зафиксирован Но, видите Работает мышь Вот такая фигня Что ж, сейчас будут думать Что делать Пока это все в таком Подвешенном состоянии работает Естественно, сам терминал Весь разобран Надо его сейчас Как-то еще подраскидать Наверное Хрен его знает Как он здесь Собран полноценно Может быть он Разборный Да, он разборный Он из разных частей Надо его разбирать И подготавливать К покраске Так что Давайте, друзья Вернемся Когда он будет Весь разобран Главное не потерять В него винтики Шпунтики И все остальное Иначе потом найти Это все будет Сущим кошмаром Что ж, друзья Мне удалось запустить Наш Киви терминал Все Все работает Сейчас все собрано В подвешенном виде Как ничего не поменялось С тех пор Сейчас я показываю Взлом Киви терминала Онлайн без регистрации Оплату услуг Нажимаем Выбираем мой МТС Набираем мой номер Да Эти вот сенсорные стекла Конечно парашим Меня тоже бесило В свое время Все Сейчас будет взлом Взлом Без В Далее Вперед И вот тут начинается взлом Берем клавиатуру И добавляем 5 0 0 0 Смотрим 50 тысяч у нас на оплату И тут то же самое 5 0 0 0 0 Проверяем Так Тут мы переборщили Да Да Надо одну удалить Удаляем 50 тысяч К зачислению И внесенная сумма 50 тысяч Это и есть взлом Оплачиваем Красота Друзья Выходим на главную Все Можем так же Оплатить штрафы Точно так же Можно оплачивать Штрафы ГИБДД Интернет Телефонию Ладно Оплатим что-нибудь другое Все что у нас Можем оплатить То будем оплачивать Давайте допустим Киви Вот номер Киви можем оплатить Точно так же И зачислят На баланс Бесконечные деньги Вот это кайф Комментарий Лол Лол Кек Поехали Все верно Ну Это вы уже поняли Вводим Зламываем С помощью клавиатуры Злом производим И все Все работает Ладно ребят Чтобы ютуб не триггерился Это была шутка На самом деле Это фейковая оболочка Киви Ее Мой друг создал И она не имеет отношения Короче к Киви На самом деле Это фейковая оболочка Я могу сейчас Вот так вот Зайти Мы можем ее снять Снять задачу Открыть эксплорер Я вам сейчас все покажу Кстати Получилось вернуть Разрешение экрана 1280 на 1024 Клянусь Я не понимаю Что было с сенсором Я поигрался С разрешениями экрана Еще три раза Произвел калибровку И теперь разрешение экрана Такое какое должно быть 1280 на 1024 Клянусь пацаны Я не знаю Как это шаманство С бубном работает Но как видите Оно работает Короче вот На моем компьютере Фейковый киви Так ОСМП Наберем 25 тысяч лайков И я кидаю Вот этот пакет Чтобы вы угорали над друзьями Что у вас есть Настоящий киви терминал Он полностью исправен Как вы видели Можно проводить Фейковые платежи И на видосы Пруфы Типа Вот я тебе перевел Бабки братан Запускаем скрипт И сейчас откроется оболочка И поднимется виртуальный сервер На котором это все крутится Все Запускается ВДС сервак И сейчас у нас запустится Настоящий киви терминал Все Закрываем диспетчер Задать Чтобы он глаза не позволил Закройся Закрываем Ну зараза Все Вот он Можем оплачиваться Без всяких проблем В общем друзья По сути все работает По сути мы все сделали Все что я обещал В первой части Сенсор восстановлен Всем большое спасибо Кто мне советовал Кто писал Очень много было комментариев Некоторые мне помогли Из этих комментариев Некоторые в личку писали Огромное вам Всем пацаны спасибо Что сейчас я все Весь компьютер Все это Монитор Все растыкиваю По разным углам Накрываю Какой нибудь пленочкой Чтобы это не загадить И буду разбирать наш кейс Я решил вот эту часть Выкрасить в красный У меня есть красная монтана Кто помнит Мы красили сатсуму Из игры Майсамеркар Красной монтаной У меня целый баллон остался Там 400 миллилитров На вот эту железку Всю хватит А задник Который сейчас серого цвета Будем красить Какой нибудь более дешевой краской Разберемся В общем что по деньгам Будет Потому что у нас на этот проект Максимум бюджет 10-12 тысяч Чтобы все работало И чтобы это все радовало глаз Все пацаны Не переключайтесь Я приступаю к его разборке Так ребятки и друзья По прошествии пары часов Терминал переехал вот сюда Это все его кишки Все его внутренности И непосредственно Вот он Сам терминал Это его основная часть Основной его скелет На чем все держится Его я На него не буду тратить баллончики На него не буду тратить Что-то слишком дорогое То есть Какую-то крутую краску Покупать не буду Его мы покрасим Такой же масляной краской Шкуранем немножечко Чтобы вот такого вот не было То что отслаивается краска Его я зашкурю Уже не сегодня Сейчас уже блин Один с ночи Это все Вечер я снимаю Его зашкурим И покрасим масляной краской Также очень обидно Что здесь вот смотрите Какой трэш Какой трэш С этим надо будет Что-то делать Друзья Это просто Тут короче Прям коржами Отлетает железо Оно заржавело Насквозь Но это и не удивительно Потому что Здесь постоянно Ногами топчется Полы моют Уборщицы И так далее И он постоянно Во влаге Здесь прямо вот Пузырями Коржами Можно отрывать Просто железо Ну Вы поняли О чем я говорю И зашпатлевал Тут пары мест Замка у меня Уже не будет Амбарного Вот тут вот Место зашпатлевал Это надо будет Вывести все Ну я так накидал Слишком много Специально накидал Чтобы хоть как-то Уравнять Это конечно видно будет Что здесь что-то Когда-то было Но пойдет Вот тут зашпатлевал Его надо шкурануть Вот его я покрашу Как лицевую Так скажем Часть С нормальной краской И вот наша дверь Здесь тоже От амбарного замка У нас были Три точки Я специально их так вдавил Чтобы их проще было Выводить хоть как-нибудь И эту дверь Тоже покрасим Нормальной краской Снутри все элементарно Все просто Проклеиваем скотч И шпатлюем Это у нас не автомобиль На улице храниться не будет Здесь ничего Вспучить не должно Подорвать шпатлевку Тоже не должно Так как все-таки Здесь хоть и минус В гараже Но не так жестко Как на улице Не такие жесткие условия Ну и рамку будем красить Рамка у нас отдельная Она вон вся разборная Надо ее кстати тоже Пока убрать Чтобы не потерялось ничего То потом это хрен Найдешься И вот все крепежи От этого терминала Друзья Вот они Целый мешок Грамм наверное 300-400 Крепежей Гаек Болтов Шайбочек И всего остального Самое сложное И стрёмное будет Это Вот тут с помощью шайб Выставляется Высота подъема Ну и короче Так сказать Углы И скоса Как это все ставится И тут где-то было по 3 шайбы Где-то по 2 Где-то не было шайб Вот с этим придется повозиться Потому что я не запомнил Разумеется Расположение шайб на каждой шпильке Их очень много здесь было И Ну вы сами понимаете Что Чтобы выставить Потом Принтер И Купероприемник В дверь Ну чтобы она закрывалась ровно Чтобы вот эти вырезы Потом соответствовали И всему этому Придется Очень-очень сильно Геморроиться И с железом Я решил Что все-таки Оставлять 478 сокет Это абсолютная Ну это очень плохая идея Это абсолютный бред Надо будет подыскать железо Хотя бы 775 двухъядерный Может dual core какой-нибудь Core to duo Чтобы это все быстренько работало Просто на пеньке Даже эта оболочка Windows MBM Вот это вот И Вот это Kiwi Короче Терминальное ПО Оно подлагивает Нажимаешь С задержками все работает Надо найти Какой-нибудь двухъядерный Чтобы был запас Чтобы можно было Тот же YouTube открыть Вот в случае чего Чтобы можно было Этим компом Воспользоваться Именно по основному назначению Как компьютером Так что это тоже будем делать Друзья Все Для вас пройдет секунда Для меня сколько-то времени Увидимся здесь очень скоро И будем продолжать работы Later Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, друзья, настал новый день. И, как вы уже видели, я тут занимаюсь вышкуркой, набивкой риски, снятием старой краски с мест, где она слезает. И вышкуриванием шпатлевки. Вот здесь вот все. Ну, более-менее зашкурил шпатлю, чтобы она ровная была. Ну, наверное, видно будет ее чуть-чуть, но не страшно. Снял везде краску, где краска уже слезала. Тут есть ржавчина, коррозия, гниль. Эти аппараты тоже подвержены коррозии и гнили, как и автомобили. Все, вот это уже готово под покраску. Ее осталось обезжирить. Риска набита 80-й наждачкой, но я думаю, вы видите. Сейчас попробую приблизить. Вот риска набита. То есть теперь краска хоть как-то будет держаться. Они должны нас подать с нашего аппарата. Напоминаю, вот эти две части будут красные. Красный Монтана. И, надеюсь, мне одного баллончика хватит. Это все выяснится уже при покраске. И вот этот вот терминал. О, блин, вот этот вот кусок терминала. Он самый большой и самый неудобный в плане покраски. Не знаю, как я его буду примастыривать, чтобы красить. Надо его будет как-то облокотить. Ну, в общем-то, посмотрим чуть позже, как это все будет выглядеть. Здесь я тоже шпатлевку нашу затер от замка, от этого уродливого амбарного, от петель. Вот тут вот шпатлевка. Ее второй раз можно было, в принципе, зашпатлевать, потому что у меня вот здесь провал случился. Не отвал, а провал. Вот, маленький кратер случился. Да и бог с ним, малюсенький, миллиметр на миллиметр. Может, каплей краски закроется и хрен с ним. Вот такая фигня. Все, по сути, это все осталось обезжирить и готовить по краске. Вот тут я ничего не мою, ничего не намываю. Вот это вот, если пытаться все отмыть, пацаны, вы даже не представляете, какой здесь колоссальный труд. Вот на эти две поверхности у меня ушло минут 50, наверное. Я понимаю, что можно все сделать в идеал, но наш весь бюджет ремонта, его полностью, ну, не считая там каких-то старых железок, это косарь где-то полтора, делаем все за наш бюджет. И самое сложное, это вот этот сам каркас, скелет наш. Здесь вообще дичь дикая с коррозией. Вот 20 минут я тер здесь металлической щеткой. В некоторых местах коррозия 3 миллиметра достигает, 2-3 миллиметра. То есть настолько все скоррозировало. Вот тут хорошо еще не отваливается краска. Вот это все, что вспучено, все эти грибочки, что вы видите, это металл сгнивший полностью. Здесь надо будет тоже все обезжиривать и красить. Сейчас покажу, чем я уже купил все, что необходимо для сегодняшнего ремонта, реставрации и покраски. Пошел я в строительный магазин, как я и говорил. Вот купил грунт эмаль 3 в 1 по ржавчине, такого же цвета, как сейчас наш терминал. Вот цвет, давайте сравним даже. Это его цвет, вот просто. Я же говорил, он покрашен эмалью по ржавчине 3 в 1. Просто сравниваем, это этот же цвет. Ну, чуть-чуть темнее может быть на камеру, кажется, но это он. Вот такая литрушка, я думаю, литра здесь за глаза хватит. Для покраски купил перчатки Зубр, еще 40 рублей. Вот это 350, по-моему. Это, ну, полтинник, вот, 400. И кисточка 50 рублей, тоже Зубр, вот такая. Я думаю, этот я буду красить кисточкой, как я и говорил. Думаю, ее одной хватит, чисто так. Мажешь, мажешь, мажешь. Цвета 1 в 1, поэтому даже если где-то будет не прокрас, ничего страшного не произойдет. И сначала будем красить аэрозолью. Чтобы мы здесь напылим во время покраски аэрозолью, она уляжется, чуть осядет, и будем уже красить кисточкой. Давайте вернемся, когда 2 вот этих вот, 2 этих предмета будут покрашены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О боже, ребят, я вышел проветриться. Это отвратительно вообще. Внутри находиться невыносимо. Окрашена уже рамка, окрашены 2 детали, рамка, вернее, окрашен, короче. Скелет окрашен, вот эта часть средняя. Окрашена рамка, окрашена дверца, все окрашено, но внутри находиться невозможно. Даже в маске 3М, посмотрите на мои зрачки и глаза. Не дай бог меня остановят полицейские на машине и спросят. С вами все нормально, молодой человек? Я скажу, ну да, я всего лишь понюхал краски. Около часа я дышал приятной краской. Короче, это дичь. Сейчас чуть-чуть проветрится. Я включил кушку, чтобы она выгоняла отсюда воздух. Сейчас какая-нибудь рециркуляция в гараже произойдет. Я вернусь и все вам покажу, заценю. Так, ребятки, ну что, более-менее здесь все проветрилось. Еще минут 30 прошло. Отвратительно. До сих пор воняет, но хотя бы находиться внутри можно. Что ж, давайте начнем с вот этой части. Короче, Монтана, блин, как обычно, не перебила половину, как сказать там, половину огрех, который я допустил при шлифовке и при обработке, так скажем. Но ничего, вот на видео он смотрится идеально. Вживую, вблизи есть косяки, нюансы. Вот даже, видите, эти крапинки, точечки, то, что краска была отвалена, вот прям видно. Ну, блин, пацаны, бюджет реально меньше косаря был на это все и пара дней свободного времени, чтобы этим всем заняться. И на красном у нас будет пестро гармонировать черная дверь, к сожалению, матовая, и черная рамка, тоже, к сожалению, матовая. Объясню, почему так, потому что у меня после покраски автомобиля осталась эта вся краска бесплатно и два баллончика черной матовой краски я смог сюда израсходовать. Они все равно стояли без дела, ненужные, как бы, вот, пригодились. О, боже, ну и что касаемо вот этой фигни, это вообще отдельная песня и отдельный вопрос. Эта дрянь вся течет, я думаю, вы видите прям вот эти подтеки. Че я только не делал, я не знаю, что с этой масляной краской делать. Она просто течет и все, посмотрите на весь этот аппарат. Она вся течет, я кисточкой вниз сводил раз 20, убирал подтеки, они все равно появляются. Сколько ни три, подтеки все равно возвращаются ровно туда, где были. Я не знаю, как это работает. Возможно, проблема заключается в том, что я крашу, ну, здесь в помещении с пушкой с включенной газовой плюс 15, плюс 20, когда выключаешь плюс 7, плюс 10. То есть и сам корпус, он леденющий. Вот об него можно замерзнуть. Он ледяной. Если бы у меня сейчас был пирометр, ну, не знаю, может, 2 градуса этот корпус. Он никак не нагревается. Возможно, из-за того, что ледяное железо, вот такая фигня случается и как бы вот так она вся начинает течь и комками ложится. Главное, чтобы, что он чистенький, целенький, весь низ у нас тоже укрыт, весь низ у нас без ржавчины, краска хорошая. Ну, я имею в виду для ржавого металла, грязного ржавого металла. И все будет отлично. Знаете, этот кейс будет напоминать лавочку перед 9 мая в России. Смотришь с 2-3 метров, блин, хорошая, чистая лавочка, красивая, все отлично. Подходишь ближе к этой лавочке и наблюдаешь вот такое, вот такое. Вся в подтеках, вся в точках, вся в грязи. Красили таджики за 100 рублей или за 2 бутылки пива. Здесь абсолютно та же история. Вот так отходим на полтора метра. Красиво, отлично. Новый терминал. Подходим ближе. Что за рукожопа-то делал? Вот попытаюсь вам объяснить, что я подразумеваю под тем, что я убираю подтек. Смотрите, подтеки. Я их увожу вниз. Вот это не обращайте внимания, что тут ямки образуются. Вот, я увожу их вниз, подтеки. Все стало красивенько, такое ровненькое. Можно еще вот так тоже поделать, чтобы сгладить. И вот буквально 5 минут пройдет. Вот сейчас уже нету. Ну, почти. Я не буду доводить прям до идеала. Сейчас 5 минут пройдет, все подтеки вернутся на место. Ладно, надеюсь, вы меня поняли. Вот такая вот фигня. Все, друзья. Я ухожу отсюда дня на 2. Оставлю наполовину включенное электроотопление, чтобы здесь совсем это все не задубело. Чтобы краска схватилась. И увидимся с вами позже. Так, дорогие друзья, уже не помню, какой по счету у нас день этой всей эпопеи с терминалом. Наверное, пятый или шестой. Все высохло и все уже подсобрано. Вот так это все будет выглядеть. Пока в недособранном состоянии. Не хватает черной рамочки. И, естественно, не сделан пока кейбл-менеджмент. Но все высохше и со всеми деталями уже можно работать. Все, друзья. Сейчас буду монтировать монитор, делать разводку кабелей. Все уже прикрутил. Колонки поставил на место. Фиксатор двери. Замок все... Ну, замка там нет. Вернее, механизм я вернул на место. Дверь открывается, закрывается. И что у нас немаловажное в любом компьютере? Это, конечно же, железо, на котором оно все будет работать. И для этого компа я нашел идеальную альтернативу и идеальный вариант. Только что-то наш весь идеальный вариант выключился. Эй, Уася! Да, ну, сейчас попробуем ребутнуть. Подождите. Непонятно, только что он включался. WinXP работала. Сейчас пишет черный экран. Короче, я выбрал Mini-ITX плату на одноядерном двухпоточном Атоме. Если я не ошибаюсь, 425. Это Атом 1,8 ГГц. Одно ядро, два потока. Достаточно слабенький, но работающий с ДТР-3 оперативной памятью. И 10 Вт у него. Тепловыделение, энергопотребление. Так, он у нас перестал что-то грузить винду. Непонятно почему. Сейчас все работало. Я тут дрова накатывал. Отдыхал, так скажем. Теперь не загружается винда. Надо разобраться. Короче, друзья, прошу прощения. Все было до банального просто. У меня он начал грузиться с внешнего жесткого. Из-за этого все зависло. А там десятка UEFI. И из-за этого был черный экран. Короче, вот такая вот мини-ИТХ плата. 10 Вт всего. Но при этом 1,8 ГГц встроена. Intel GMA. Ну, знаете, вот эту графику. Или Intel HD. Я не помню. По спекам уже точно. Эта плата у меня валялась долго. Уже 2-3 года она лежит без дела. И с этим 10-ваттным TDP. И в принципе с ее очень сильно урезанным функционалом. С одноканалом. Без PCI-Express и без всего. Я не знал куда ее применить. И я считаю, для этого терминала она в самый раз. Учитывая, что я уже настроил контроллер. Все, подключил, все сделал. Сенсор у нас работает. Но немножечко подлагивает. Я позже расскажу, объясню почему. Из-за влажности. Чуть влажнее в помещении становится. Как только такой, можно сказать, рассой, да? Конденсатом покрывается стекло сенсорное. Оно начинает моросить. Как бы это странно не было. И плохо работать. Вот такая вот фигня, друзья. Так что вот такая железочка. Одно ядро, два потока. Его тесты, наверное, ну как. Тестировать в играх и тому подобном. Мы уже будем в следующей серии. Я просто показал, на чем это все будет собираться. У нас все без изменений. Блок Hyper на 400 Вт. Seagate родной 250 ГБ. С этого же компьютера. Со всем программным обеспечением. И вот такая плата с двумя гигабайтами оперативной памяти. Типа DDR3. Здесь 1333 МГц. Сейчас это все буду монтировать. Монтировать дисплей. Ну и вот наши спеки, как я и говорил. Это Atom D425. На одно ядро и два потока. С двумя гигами DDR3. Короче, конфа подобрана. Сейчас это все буду собирать. Показывать это не буду. Это очень скучный и неинтересный процесс. Давайте встретимся, когда уже хотя бы наполовину этот терминал будет собран. И мне будет, что вам показать. Ну что, дорогие друзья. Наконец-то все собрано. Еще один денек пролетел незаметно. Я приехал ночью снимать. Потому что мой сосед металлист. Нет, не который слушает металлику и какой-то другой рок. Он занимается вторсырьем. Он пилил болгарками весь день. Работал, шумел. Я не мог снимать. Пришлось ночью приезжать. Ну, зато я спокойно вот так вот все подсобрал. И у нас выяснились неприятные моменты. Принтер неисправен. У него сломана одна шестеренка. И он не берет бумагу. Короче, меня обманули здесь практически во всем. В принтере вот тут. Не хватает шестерни. Вот прям видите. Вот там должна быть шестерна. И сломан шток шестерни. Будем честны, шток сломал я нечаянно. Я думал, что он железный, а он пластмассовый. А шестерня уже была сломана. А шток уже доломал я. Короче, я красавец. Вот по-другому не скажешь. Ну, принтер здесь и не особо нужен был. Можно, если что, купить другой. Можете подсказать в комментах, если кто шарит. Что за модификации, как они называются. Который может сюда встать. Купероприемник я подключил. Здесь все сделал. Развел провода, как мог. Вот у нас кассета, вот у нас купероприемник. Все работает, все открывается, закрывается. Развел проводочку. И вот она наша система. Про которую я говорил. Intel Atom. 250 гигов hard. 400 ватт блок питания Hi-Pro. И отмытый пилот. Все, все скрутки по новой закручены. Я вот такой человек. Нет бы ваги какие-нибудь использовать, пайку. Нет, мутный мрак все скрутит обратно. И по новой произолирует. Ну, как говорится, на века. Будет держать 100 ампер. И давайте сейчас я уже достану зеркалку. Немножечко поболтаем, так скажем, под конец. Ну, и будем заканчивать сегодняшний ролик. Все тесты и прочее уже будут в другом видео. Ну, что, дорогие мои друзья. Вы все видели своими глазами. Вот такой нелегкий путь пришлось пройти для того, чтобы этот аппарат сейчас стоял здесь. Работал. Да, покрашен он паршиво. Общее его состояние, если можно так сказать, по кузову оставляет желать лучшего. Он много где очень сильно закоррозировал. Где-то уже металл практически насквозь проеден. Но для нашего гаражного исполнения, как по мне, это нормальная реставрация. В кавычках. Это не настоящая реставрация. Ладно, это дреставрация. Давайте называть вещи своими именами. И сейчас у меня вот встал вопрос. Все-таки, что с ним делать? Мне хотелось бы узнать у вас, потому что третья серия по этому терминалу будет именно по вашим заявкам. Я хочу сделать именно так, чьи комментарии там наберут больше всего отзывов, лайков и так далее. Вот постараемся сделать именно это. Только ради бога, друзья, не предлагайте запустить на нем Киберпанк и подключить к нему современное железо. Это совершенно неинтересно. Я могу приволочь свой компьютер из дома, подключить через переходник VJ на HDMI. И все. И что в этом прикольного? Ну, Киберпанк. Ну, на Киви терминале. Ну, что в этом прям вот реально классного? Это же совершенно неинтересно. Можно подключить к какому-нибудь монитору в автомобиле. Монитор от камеры заднего вида, к примеру. И тоже назвать видео, играя в Киберпанк на мониторе заднего вида какого-нибудь BMW или Mercedes. В этом нет ничего прикольного, друзья. Хотелось бы услышать именно ваши какие-то интересные предложения. Я все же остановился вот на мысли, что можно из него сделать аркадный терминал, аркадный аппарат для игры через два джойстика. Вывести, здесь есть отверстие на бочину USB-хаб. Подключить его, приклеить его на двусторонний скотч и подключать в него джойстики, к примеру. И можно будет играть через эмуляцию в какие-то бои типа Mortal Kombat'а, в какие-нибудь гоночки на одном экране, вот так разделенным пополам. Ну, кто играл в Sega, в Dendy, я думаю, помнит, застали такие игры. В принципе, это железо может потянуть эмуляцию PS1, тоже, я думаю, без всяких проблем. Но ваши комментарии и ваше мнение тоже очень сильно важно. Пишите, что бы вы хотели видеть конкретно с этим аппаратом. Понятно, что эта прикольная оболочка выглядит абсолютно как настоящий Kiwi-терминал. Можно лазить по вот этим менюшкам, вводить номера, печатать чеки и так далее. Но это все-таки фейк, обман. И на самом деле, я думаю, уже все поняли, что никакие платежи, когда я нажимаю оплатить, не проходят. Это все фикция и это все фейковая оболочка. Кстати, да, не забываем, набираем 25 тысяч лайков и я закрепляю в комментарии, добавляю в описании ссылочку на это программное обеспечение и на видеоинструкцию, как это все настроить, чтобы это работало на любом вашем домашнем компьютере, либо на вашем самособранном таком же Kiwi-терминале. Очень интересная вещь, покопаться энтузиастам будет интересно в ПО Kiwi, которая еще и, ну, можно сказать, сломана, с буквой S. Никакого взлома, взлома здесь нет. Нету, YouTube не триггерись, нет такого. Нет, нету, точно нету. Также, друзья, возможно, меня смотрят люди, которые собирали себе свои музыкальные аппараты в гараж, в кафе, куда-нибудь на мероприятие. Я хотел бы попросить вас, тоже можно сказать, на условиях анонимности, если у кого-то, вдруг у кого-то из моих зрителей есть программное обеспечение, крякнутое, ну, как с уткой, знаете, кряк, то есть кряк, 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 с уточкой. Если у вас есть такое программное обеспечение для музыкальных аппаратов с уточкой, так скажем, с кряком, можете, пожалуйста, отписаться в группу ВК, в личные сообщения, либо мне на почту и скинуть ссылочку, скинуть торрент или магнет-ссылку. Я бы тоже мог попробовать рассмотреть его в качестве музыкального аппарата, эта тема была очень интересна очень многим людям в первой части, ведь действительно это прикольная штука, если у вас много друзей, если у вас есть какое-то место типа моего, где есть светомузыка, где можно жестко отдыхать, 50 рублей за две песни, вставляйте в купюроприемничек 50 рублей и будет играть ваша музыка. Также можно подключить второй монитор, чтобы все это визуализировалось клипами, либо какой-то диаграммой, чтобы это все было красиво, ведь по сути этот Kiwi аппарат можно превратить во что угодно, в лотерейный киоск, в информационный терминал, абсолютно вот любую задачу он может выполнять. Так что если у кого-то есть такой софт, очень буду признателен, на условиях строгой анонимности и того, что я этот софт распространять не буду никому, только для меня и только для личного пользования, для теста, для демо-теста на вот этом Kiwi терминале. Так что, друзья, вот так, достаточно весело заканчивается вторая часть, все, что хотели, сделали, и я очень жду вашу обратную связь для того, чтобы решить его судьбу и во что он в итоге превратится. Ребятки, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, не забывайте написать любой комментарий и, конечно же, подписывайтесь на канал. Думаю, еще минимум одну серию с этим терминалом мы выжмем. Все ваши советы и предложения рассмотрим в комментах. С вами же был Мурк, надолго не прощаюсь, друзья, скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok